Пётр Воскресенский, терапевт-интенсивист. И я хотел спросить Петра насчёт такого вопроса, очень актуального, и о котором спорят очень много. Надо ли делать прививки? Моё глубокое убеждение, более-то это не убеждение, это рекомендация всех классических медицинских институтов, медицины как науки, прививки делать надо, потому что прививки мы делаем против тех инфекций, которые очень опасны, которые угрожают нам потерей нашей жизни или качественной нашей жизни, превращение нас в инвалидов, и поэтому мы должны оберегаться от этих инфекций. Да, например, от гриппа прививки сейчас не всегда эффективны, они очень коммерционализированы, рекламируют, и люди проникают с некоторым скепсисом. Но, например, прививка от столбняка, прививка от дифтерии, это то, что защищает нас от ужасных трагедий. Например, в Петербурге относительно недавно была целая эпидемия дифтерии, когда многие люди, в том числе, погибли или превратились в инвалидов, из-за того, что сейчас в российском обществе уже накопилось достаточно большое количество людей, которые отказываются от прививки. И теперь, да, любые ангины в Петербурге скорая помощь ввозят в специализированную инфекционную больницу, хотя раньше в обычные лор-отделения отправлялись. Сейчас едут через весь город, потому что очень опасаются того, что это не простая ангина, а дифтеритная. Но вот говорят, что нет инфекций там каких-то, да, и для чего делать там какие-то побочные эффекты бояться? Побочные эффекты от перевивок, они, конечно, бывают. Любое лечение, да, оно может сопровождаться какими-то побочными действиями, ну, потому что мы воздействуем на организм, мы оказываем на него воздействие. Другое дело, что это воздействие, оно для нас естественно. Мы естественным путем, да, предоставляя организму антитела, да, антиген, да, получая, организм вырабатывает антитела. Он вырабатывает иммунологическую память против этой инфекции. И это для нас совершенно естественный механизм. Это не какие-то неимпланетяне. Таким образом, да, опасаться, что вот какие-то невероятные побочные, смертельные эффекты будут, не стоит. Прививки проходят достаточно большое тестирование, испытания, поэтому это все изучено. Делается о том, что вот есть, ну, неизлечимые болезни, такие как, например, гонорея. Это так? Неизлечимые болезни. Сейчас во всем мире есть проблема того, что бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам. В 40-х годах прошлого века началось их широкое применение, и человечество перестало умирать с инфекцией. До 40-х годов 20-го века большинство людей на планете умирало от инфекционных заболеваний. Сейчас большинство людей на планете умирает от инфарктов и инсультов. И это следствие нашей антибиотиковой эры. Проблема в том, что благодаря широкому применению антибиотиков, многие бактерии начинают вырабатывать устойчивость к ним, поскольку бактерии – это одноклеточное, примитивное существо, которое очень быстро размножается, а, следовательно, очень быстро эволюционирует. Уже известны некоторые бактерии, которые устойчивы к всем известным в мире антибиотикам. Это МРСА бактерии, синегнойные бактерии, туберкулез и, в частности, гонорея. Из-за неконтролируемого лечения антибиотиками гонореи люди просто приходят, покупают антибиотик, неграмотно добивают курс его и получают не излечение от гонореи, а устойчивую гонорею. И потом ее передают дальше по цепочке. Это большая проблема. Рано или поздно мы столкнемся с той ситуацией, что большинство бактерий будут устойчивы к известным нам сейчас антибиотикам. Это большая научная проблема, но что нас ждет в будущем, мы точно знать не можем. Будем надеяться, что человечество изобретет какой-то новый принципиальный класс антибиотиков, которые позволят нам продолжить так же успешно справляться с инфекционными болезнями. Но ВИЧ, по крайней мере, если не излечим, то... Смотрите, ВИЧ это же вирус, антибиотики, они действуют только на бактерии. Поэтому это совершенно разные микроорганизмы. Другое дело, что благодаря прорыву науки в конце 20 века были изобретены эффективные антивирусные препараты. И на данный момент люди, которые принимают эти препараты, они их принимают пожизненно, могут рассчитывать на долгую и качественную жизнь. Другое дело, что, к сожалению, полностью излечить ВИЧ сейчас невозможно. Почему? Потому что это такая инфекция, которая имеет не только активные формы в организме, но она имеет такие черные ящики в человеческом организме, где она сидит и как себя не проявляет. И, к сожалению, на такой неактивный вирус не может воздействовать ни медицинский препарат, ни иммунная система человека. И ведутся научные разработки, как эти черные ящики скрыть, но пока полностью безуспешно. Другое дело, что, например, гепатит С в последние 10 лет из смертельного хронического заболевания превратился в абсолютно излечимое. Те антивирусные препараты, которые синтезированы в последнее время, позволяют человеку, 90% людей, излечиться за 3 месяца. Или значительно улучшить свое состояние. Это, конечно, научный параграф. Но это очень дорогое лечение, особенно в России, правильно? Да, к сожалению, в России это лечение не спонсируется государством. По полису ОМС вы не получите его. А чтобы купить такие препараты лицензионные, это огромные деньги, для многих неподъемные, порядка миллиона рублей. Доступность к лечению является вообще общемировой проблемой, потому что медицинские препараты производятся фирмами, и фирмы назначают цену. Соответственно, примерно адаптируясь под рынок. Европейский рынок готов покупать дорогие лекарства, а бедные страны дорогие лекарства не могут покупать. Поэтому здесь начинаются очень большие перекосы. Он в качестве посредника между фирмами, производительными препаратами и правительствами бедных стран сейчас разработал программу по доступности лечения, широкого массивного лечения особо опасных инфекций, которые угрожают вообще человечеству как виду. Это туберкулез, ВИЧ, малярия. И эти бедные страны получают лекарства по сниженной цене. Тем не менее, Россия не ведет никаких переговоров с фирмами-производителем по снижению цены. И поэтому против туберкулезные препараты, препараты против ВИЧ, препараты против гепатита С в России очень дорогие на европейские цены. Ну, получается, что Россия просто в сговоре с этими корпорациями? Нет, Россия не то что в сговоре с этими корпорациями, да, российские медицинские чиновники не видят проблемы, да, потому что они некомпетентны. Просто Российское министерство здравоохранения, оно некомпетентно. Более того, оно страшно боится плохих новостей. Потому что для российского чиновника главное, чтобы в Багдаде все спокойно, у нас все хорошо, и только хорошие новости. Это огромный дефект, да, всей нашей медицинской системы, потому что на самом деле, конечно, с медициной у нас большие проблемы. И вот только вот в этом году, когда количество ВИЧ-инфицированных в России перевалило за миллион, а количество людей с гепатитом С у нас уже исчисляется более пяти миллионов человек, пяти миллионов человек, страшная цифра. Вот только сейчас, да, вроде началась, да, такая волна, что чиновники начали говорить о том, что мы, наверное, да, будем пытаться либо снижать цены, либо аннулировать, да, лицензии этих международных корпораций и производить лекарства на своей территории. Да, уже по сниженной цене. А как вот сейчас люди выходят из ситуации, потому что миллион рублей заплатить за лекарства для многих, это вообще невероятно, по-моему, это невозможно. Ну да, и вот, например, гепатит С, сейчас новая газета выпустила, кстати, большую серию репортажей на эту тему. Люди возят препараты из Китая, из Индии, из Пакистана, Непала, просто снаряжают туда экспедиции, да, и нелегальным путем проводят эти лекарства. Лекарства, которые таким путем добыты, от 30 до, где, 50 тысяч стоят по-разному. Рублей. Рублей, да, и это как раз та цена, которую большинство людей, да, готовы заплатить за свою жизнь. Надо понимать, что это не просто заболевание, это смертельное заболевание, и гепатит С доносит название ласковым убийцей, потому что он годами убивает человека, а вот в конце, конечно, смерти у этих людей не очень красиво. Я бы сказал, что это одна из самых мучительных смертей. Удивительно, что эти страны, которые ты назвал, они как бы не подконтрольны этим корпорациям, фармацевтическим, международным, и они могут производить эти, ну, относительно дешевые препараты и, по сути, торговать ими со всем миром. Ну, официальная торговля им не разрешена, да, это все вот нелегальные пути фактических поставлений, тем не менее, это очень востребовано. Причем в последнее время из Индии покупают препараты не только России, но и даже Австралии и Европы. Почему? Потому что для многих, в том числе европейцев, да, миллион рублей, да, сколько это в евро получается? 30 тысяч, более 30 тысяч евро, да, это тоже очень большая сумма. Вот, если у тебя в стране по каким-то причинам эта страховка не прикрывает, то люди пользуются таким вариантом. Ну, то есть, ну, то есть, можно сделать вывод, что надо, в принципе, делать прививки от всех заболеваний, кроме гриппа, да? Второй вывод... Грипп – это дискуссионный, да, на некоторый момент, да, ведь грипп, он тоже смертелен, да, во многих случаях мы вот знаем птичий грипп, да, когда люди умирают молодые, здоровые, казалось бы, вот, вот, но, тем не менее, да, из-за большого количества, да, неэффективных, да, случаев, да, прививки, когда делают люди прививку от одного, да, подтипа вируса, а эпидемия в итоге идет к другому подтипа вируса, да, да, кроме того, эпидемия в ходе, в своем ходе может менять, да, подтип вируса, вот, поэтому многие люди разочаровываются в этом, но, тем не менее, да, себя от основных, да, смертельных заболеваний, да, которые прописаны в прививочном сертификате каждого человека, их делать, конечно, надо, обязательно надо. А второй вывод, что надо следовать рекомендациям врачей, правильно, и слушать их? Да, разумеется, надо следовать рекомендациям исключительно, да, грамотного врача, это, конечно, в России тоже большая проблема, поскольку та медицинская помощь, которая оказывается нам в многих поликлиниках и больницах, очень часто люди ей не доверяют из-за проблем, да, чисто экономического характера, когда врач принимает за короткое время очень большое количество пациентов, и он физически не может уделить пациенту нужного количества внимания, а, соответственно, выработать между ними доверительные отношения, это очень важно. А с другой стороны, уровень медицинского образования в России падает невероятно, как и всей высшей школы. И как предохраняться можно от этих инфекций? Ну, в зависимости от того, какая это инфекция. Главное – это вести здоровый образ жизни, это делать прививки и следовать рекомендациям тех, которые дает современная наука. Пользоваться противозачаточными, ну, презервативами, да? Вот-вот-вот, а противозачаточные не защищают ни от инфекции, да. Единственное средство, которое защищает от инфекций, передающихся их половым путем, напомню, что это не только ВИЧ, а это, в частности, гепатиты ВИЦ, хотя заразность их при половом пути не такая высокая. Это сифилис, заболевание, которое является до сих пор в некоторых своих стадиях смертельным и неизлечимым. Это появившаяся сейчас устойчивая к антибиотическому гонорею, да. То есть это, помимо всех прочих заболеваний, которые передаются половым путем, и хотя они излечиваются, да, но все равно причиняют человеку, человеческому организму такие повреждения, которые потом, конечно, в здоровье сказываются. Поэтому себя надо беречь. То есть пользоваться, презеровать его не обязательно? Разумеется, разумеется. Разумеется, регулярно проходить тестирование, не делать маникюр, татуировки и так далее. У стоматолога, когда вы приходите, да, инструмент стерильный должны открыть перед вами. Потому что дело в том, что медицинский путь заражения тем же гепатитом С, ну, это достаточно, к сожалению, распространенная вещь. Из-за нестерильного инструмента. Спасибо, Петр. Спасибо.